Всем привет, друзья! С вами я, Радомир. И сегодня я решил рассказать страшную историю. Что ж, погнали! Всё началось с того, что мальчик просто гулял, ну как гулял. Они решили пойти на заброшку со своим другом. Был уже вечер, но не надеясь, что они быстро немного там посидят и всё. Они вошли на заброшку. Сначала всё было нормально. Они просто смотрели, что там было, и всё. Но потом началось самое жёсткое. Ну как самое жёсткое, сейчас вы узнаете. Сначала всё началось с того, что на втором этаже, а там было целых три этажа, они слышали какие-то странные звуки. Как будто бы кто-то что-то падает или что-то типа того. Они были на первом. Блин, реклама. Сразу, кстати, извиняюсь за то, что мне будет плохо слышно, потому что у меня горло вылит, и я сильно громко не могу клавить. Да и вообще, я снимаю это с телефона, и не думаю, что этот звук будет нормальный. В общем, это уже было довольно страшно. Это был какой-то огромный особняк. Там был двор ещё какой-то. Довольно большой двор, в котором можно тоже было погулять. Но особняк было видно, что он уже старый и заросший. Ну и в общем, они решили двинуться на второй этаж. Как только они туда двинулись, они как будто бы видели чью-то тень. Потому что там было много комнат на втором этаже, и в одной из комнат они увидели чью-то тень. И там доносились какие-то страшные звуки, и как будто бы кто-то плакал. Когда они зашли туда, уже никого не было. Никакой, ни тени, ничего. И им показалось это странным, так как из комнаты был выход только один. И как раз-таки на этом выходе они стояли. Так что им показалось странным то, что... Блин. Ну в общем... Да, тут была реклама, но не суть. В общем, поняв то, что в этом особняке что-то явно не ладно. Но они уже много, довольно часто ходили на заброшки, и им не было прям так страшно. Но все равно... Но все равно. Это было... Было хоть не так прям страшно, но немного страха у них уже было. В общем, они решили подняться на третий этаж. Посмотри, что там. Они видели... На втором этаже, кстати, они видели какие-то картины, фотографии, а также много вещей, которые так, видимо, и не забрали. Сюда уезжали спешки из этого особняка. Так как было видно то, что много вещей уже оставили. А фотографии были старыми. Значит, из... Дома, вероятнее всего, ехали еще давно. Блин. Ну чё это теперь было? Наконец-то. А то только что это... Блин. Реклама... Реально задолбала. В общем, не суть. Они решили подняться на третий этаж. Там был довольно большой балкон. Когда они поднялись на третий этаж, они почему-то поняли, что они гораздо выше, чем на третьем этаже. Это их... По ощущениям, это был этаж так десятый. Они не поняли, что происходит. А когда спустились на второй, все было уже нормально. В общем, реально многое. Я хотел ролик снять нормально, а... Получилось, что реклама тут просто... это хрена. Ладно. Да. В общем, они захотели уже... Немного погуляв, смотрев все, они увидели, когда они, кстати, вернулись на второй этаж, они увидели, что как будто бы все не на своих местах и перевожено. И, кстати, когда они были на третьем этаж, они слышали опять какие-то звуки со второго этажа. Ну, как раз таки, как будто бы что-то переносится. В общем, им становилось все страшнее и страшнее. Так что, они уже темнело, и они решили идти домой. В общем, они решили пойти домой. Для этого они просто спустись на первой, но там были закрыты двери, все забаррикадировано, и они не понимают, что происходит. Опять это рекомендую. Они начали кричать, стучать, но никто их не слушал, так как особняк был окружен двором, а на территорию особняка вообще никто не заходил. Никогда. В общем, они решили, что попробуют разбить окна или двери, но оказалось, что они были крепкими. Но самое большое их удивило то, как тому, кто забаррикадировал дверь, удалось так быстро забаррикадировать все, так как это было довольно долго, а прошло всего минут 10, как они были на первом этаже, и подняли, ну, в общем, прошло минут 10 с того момента, как они просто там стояли. И... они уже были голодными, и было совсем уже темно. Самое главное, они не могли никому дозвониться, не было. А когда... А у них на счету ничего не было. А у... их, кстати, их зовут, кстати, Максим и Кирилл. В общем, поняв, то, что... Ладно, у Кирилла вообще не было телефона, а у Максима не было ничего на счету. Честно, меня уже так задолбала эта реклама, я бы... Я, короче, этой реальной игре одну звезду поставлю. Ну, нереально с этой рекламой играть, и тем более ролики ставить. В общем, они решили то, что... то, что они просто что попробуют пойти на второй этаж и пытаются спрыгнуть через окно. Так они подумают, что через второй этаж они, возможно, не так уж и будутся, но самое главное, не смогут сбежать. Так как в принципе они подумали, что со второго этажа не так высоко. Они начали поднять на второй. Тем более они помнят, что там был небольшой порванный матрас, через который можно было запрыгнуть и и как бы со второго прямо вот под окном второго этажа. Так что если они даже спрыгнули, то они скорее всего упали на матрас и тогда бы не сильно ушиблись. В общем, опять. мальчик, что тут какая-то кринжовая реклама, так я еще тут миллиард практически после каждой смерти. Ладно. В общем, поднявшись на второе, они увидели, что там тоже все забаррикадированы, в общем, начали плакать. Максим начал успокаивать. они были одинаково возраста, но терял отреагировали. И даже Максим еле сдерживал слезы, так как ему было реально страшно находиться на этой заброшке. Что ж, мне хотел спуститься на первый этаж, но услышали какие-то опять звуки, а самое главное, не увидели какого-то деда, который выглядел очень странно. Он просто стал на месте, а затем резко обернулся и пошел на второй этаж. Они еле успели залезть под кровать. Опять реклама. Да что с вами такое? В общем, они быстро спрятались под какой-то кровать. Этот дед что-то смотрел на втором этаже, сматрался, а затем пошел в комнату, в которой они прятались под кровать. Он встал прямо возле кровати, им было очень страшно. И самое главное, что-то бормотал, но они ничего не смогли забрать. В общем, он пошел на третий этаж, и они решили пойти за ним. Но я думаю, я сниму вторую часть, так как уже 10 минут ролик идет, не думаю, что вам будет прямо интересно это смотреть. Всем пока! слава. Субтитры субтитры